Это я в Селезо-Надворовка, на севере Хасанского района, Приморский край. Боярышник растет. Мы едем с товарищем моим на юг Хасанского района, не на самый юг, на полуостров Ломоносово. Собираемся там переночевать. У нас палатка с собой, теплые спальники. Посмотрим, как это получится. Уже опыт у нас небольшой есть. В прошлом году мы на полуострове Песчаном. Кстати, неподалеку отсюда ночевали. Выехали в 12 часов. Интересно во сколько приедем. Здесь, в Занадворовке, вот магазин раз-два. И вон там еще третий. Я перчатки себе купил. Там заправка и там наша машина. Сейчас пойду найду, куда водитель отъехал. Заправился, наверное. Вот стоит наша машинка. Кстати, на этой машине мы ездили в прошлом году сюда, на Песчаном ночевали. А потом мы на этой же машине ездили на водопад Горбатый в Шкотовском районе. Вполне проходимый странт. Приехали на полуостров Ломоносово. В той стороне Владивосток. Даже видно дома. Вон там полуостров Песчаный. Тут перешейка, по которому мы проехали с материка на полуостров Ломоносово. В камеру не видно. Два орла летают больших. Жека, смотри орлы. Ехали. Они вниз спустились. Сейчас только что я их видел. Ехали три часа сюда. С Владивостока. Чуть меньше, чем три часа. Забыли спальник. Один там он будет без остановки. Никаких магазинов. Никаких. За два с половиной часа я не уверен, что он успеет. Уже были спальник. И поэтому водителя отправили за спальником. Будет он ездить туда. Рассчитываем, что часов пять. Ну да, меня обвиняют. И справлюсь. Это там остров Рикарда, Попова. С рейником сливаются. Даже толком понять нельзя. Вот сейчас камера направлена. Это рейники и Попова. Ну и там уже русский. И Владивосток. Владивосток, конечно, не видно, но он такой в черной дымке. Некрасивой. А это уже сопки Хасанского района. А это на мысу. Сейчас вот наверх поднимемся туда. Мы на полуособе Ломоносова. Все еще долго собираемся здесь быть. Это юго-западная сторона Амурского залива. Хотя это, наверное, уже даже не Амурский залив. А уже мы вышли из него. То есть это... Ну он же где-то заканчивается. Это уже залив Петра Великого. Основная часть его. Наверное, где-то самая южная конечность Амурского залива. Вот тут все вышли. Все время встречаются следы. Думаем, что собачьи, но может быть лиси. Видели мышку и уже несколько видели диких птиц. Орлов. Потом, как ты назвал, мы видели это на деревьях? Я не знаю. А ты назвал какое-то название, сказал? Да нет. Ты же не помнил. Что-то новое пришло. Вот. Орлов, по-моему, видели. Крупных таких. Конюк. А, конюк. Это сидит такая светлая крупная птица вдоль дороги на деревьях. Несколько шут мы видели таких. Открытая вода. Амурский залив. Рикарда. Зелтухина там. Сергея Кротова. Вот это Рейники прямо сейчас. Попов. Вот он полностью Попов. Не знаю, как его видно. Там Русский. Демонстанк. Идем на юг. Думаем, что это тут бурили скважину. А почему ты думаешь, что это били на скважину? А что же еще можно? Может железяку просто били? Ну а откуда тут грязь от этого? Ну да. И зачем главное? А тут еще вид. Смотри, то есть резьба. Не слишком широкая. Это я в овраге. На полуострове Ломоносово. Хочу рассказать о растениях здесь растущих. Вот это полынь гмелина. Полукустарничек. Сосюрея. Такое точно не могу сказать. В этих местах вполне может расти Сосюрея красивенькая. Липа Амурская. Вот почки видно хорошо. Я конечно не силен в том, что именно Амурская липа. Но скорее всего именно она. Сейчас где-то видел граб только что. Вот он граб. Из семейства Буковых. Видовое название не помню. Граб. Сердцелистный скорее всего. Больше вроде здесь и нет никакого. Вот тоже граб. Часто вот такие листья у него остаются на зиму. Вот этот вкус на вишню похож. Очень я бы сказал похож. Но уверенно ничего сказать не могу. Кроме того здесь я видел ясень маньчжурский. Рюкзаки наши мы оставили в ольховом лесу. Сплошь сплошная там ольха растет. Сютовник Буша. Сейчас покажу. Зеленый папоротник несмотря на зиму. Вот он так выглядит. Под снегом. Береза даульская. Вряд ли это будет видно в камеру. Ближе. Увижу. Снимаю. Женя куда-то делся. Придел по его следам. Вот он его следы. Это дудник. Дудник из семейства зонтичных. Позвонил телефон. Женя мне названивает. Сейчас ему перезвоню. Не знаю в тот раз сохранилось или нет. Когда он позвонил я как раз снимал про дудник. Говорил. Такая у него шершавая. Шершавый ствол. Ребристый. Сейчас я усомнился что это именно дудник а не борщевик. Продолжаю идти по Жениным следам. Куда-то он резко умчался. Нагнать его невозможно. Иду по оврагу. Вот здесь он скользил. Это не просто овраг. Тут видно ручей течет. Здесь очень трудно ходить. Не уверен что у меня получится. Ну-ка еще раз. Так. Лед. Очень скользко. Так. Сейчас видел дуб. Наверное дуб монгольский. Хотя в этих местах просто обязан произрастать. Кроме того и дуб. зубчатый. Не такой маленький этот полуостров Ломоносово. Вот там море. Это я по оврагу поднимаюсь. И тут скользко. Еще полынь. Но это не полынь Гмелина. Другая какая-то. Идем по тому же ручью обратно. Давай. Давай. Опа. Ой, блин. Все. Обошлось. А я сейчас сам поеду тоже. Ну-ка. Опа. Опа. Давай. Твоя очередь. Опа. Ах. Холодно. Ну все. Я думаю. Этот этап нашей жизни пройден. Очередную аномалию обнаружили мы на полуострове Ломоносово. Полынь Гмелина распустила свежие листочки. Если учесть то, что сегодня 1 февраля, то это по меньшей мере странно. Еще мы сегодня видели странную вещь, когда ехали еще, уже примерно подъезжая сюда, в районе поселка Приморского где-то. Видели не замерзшую, не замерзшую воду в ответвление от реки. В небольшом такое ответвление от реки. Вода там стоячая. Даже я понимаю, когда вот река Барабашевка видно было, что она не замерзшая. Но не полностью замерзшая. Там понятно, течение быстрое. Вот ясень. Почки хорошо видно. Ясень на солист не подозначен. Хотя... Карту надо было ему отдать. Карту надо было ему отдать. Карту, да, надо было. А то он не найдет дорогу. Я думаю по следам по своим поедет. Вернется. Так вот, а там в реке Барабашевке вода быстро течет. А в ответвлении от реки, не знаю как назвать, в общем вода там стоячая. И тем не менее не замерзшая. Сегодня утром было 15 градусов мороза. И последние дни морозы такие не слабые стояли. Почему она не замерзла не понятно. Щитовник Буша. Зеленый папоротник. Чубушник. Чубушник тонколистный. Вот его хорошо видно. Это ива. Какая не скажу. Сенсация. Мы можем видеть достатки древнего папоротника. Вернее отпечаток на камне древнего папоротника. Не знаю видно на видео или нет. Но на фотографию мы сделали два разных фотоаппарата. Это уже скорее южная сторона полуострова Ломоносова. Мы идем по кругу вдоль берега. Вот сейчас прямо камера направлена в сторону Славянского залива. Море открытое. Я имею ввиду. Да нет практически. Мало совсем. Вот здесь лед уже. Сравликарда. Прямо. Хорошо. Так. Растения еще какие я видел. Каких не говорил. Каких не говорил. Какую? О, я уже забыл. А, все взял. Хорошо, что ты напомнишь. А то потом не нашли бы. Так. Сравшнохвостник дельтовидный. Сейчас если ничего увижу, фотографирую. Тростник южный. Подорожник. Это щетинник. Потом я видел лиспедецу. Вот это, я думаю, марь. Типа, лебеды. Думаю, можно есть. Вот тоже она же. Вот эта красная. Красноватая. Я думаю, из того же семейства это точно. Конечно, скорее всего. Точно, да. Я не знаю специалистов. Назвально не помню. Но какой-то он из того, то есть марий. Прохладно, но вот так мы сейчас идем, движемся. И очень чувствуем себя хорошо. Не холодно. Ну, правда, мы одеты хорошо. Сейчас камера направлена прямиком в сторону бухты Нарва. Вот там какие-то уточки полетели. Что они здесь делают, непонятно. Камеру, конечно, не видно. Да, я тоже думаю, что это лисы бегают, а не собаки. Эти фекалии, которые мы два раза видели, тоже очень похожи на лиси. Такие, как я на рейнике видел неоднократно. Это я присел отдохнуть в русле реки текущей. Вот она речка. Ну, речкой, конечно, сложно назвать ручей, откуда он там вытекает. Ну, вот здесь он такой крупный. Крупное русло у него широкое. Для ручья, конечно. И вот это здесь он впадает в море. Хорошо. Красота. Правда, хорошо? Давай, покушай. Давай, по шоколадке. Давай сначала консерву съедим. А что консерву без хлеба? Мы хлеба не взяли. Давай, по-моему. Ну, давай. А вот там что за поселок? Там же какое-то жилье, по-моему. Это бухта Нарва? Ой, блядь, я не взял это самое... Не взял же, блядь. Я вот из этой штуки сделаю себе тарелку. А что это в тарелке будет есть? Не знаю. Но у меня будет тарелка. Надо заниматься математикой. Хаинка, блядь, это... Сейчас же у нас это... В вашей школе как на английской школе? Вот еще одна речка. Как у вас английская школа? На Болосове. В каком смысле как? Наверное. У вас не английская школа? Нет, школа не английская. Это уже вторая такая более-менее внушительная речка, которую мы встречаем на Болосове Ломоносово. Сейчас вот до этого мыса дойдем и пойдем уже по верху. У нас школа английская, слушай. Это борщевик, конечно, все-таки не дудник. Крупный такой. Семена. Западная, юго-западная сторона полуострова Ломоносово, бухта Нарова, там бухта Славянка, мыс Брюса, острова Сибиряково-Антипинка, островцы Волька, не знаю, видно, нет. Жилтукино, Кротово-Сергеево, ну и там Рикарда. Сейчас полезем наверх. И опять надо как-то вернуться на то место, где мы вышли из машины. Потому что машина вскоре должна подъехать и провести нам второй спальник, который мы забыли. Подозреваем, что водитель мог ехать за спальником довольно быстро, быстрее, чем мы сюда доехали. Соответственно, потому что он торопится, у него еще кроме нас какие-то дела есть. Сейчас надо как-то эту сопку штурмовать или обходить ее. Женя опять пропала. Сейчас я залезу на сопку и его увижу. Это очиток или очитник. Одно из двух. Вот это полынь японская, я уверен, практически. Тут в основном Сасурея. Полынь Змелина. Еще какая-то полынь. Очиток и очитник. Их вообще трудно разрешить. Специалисты, может быть, и могут. Вот это, я думаю, веник наземный. Может быть и нет, но веник. Такой именно, трудно сказать. Вот Леспедеца выше моего роста. А вот это называется Ослинник. Латинское название Энотера. Но тут Сасурея, по-моему, два вида разных. Вот один. А вот какой-то мелкий совсем. С мелкими соцветиями. Второй. Рикорда. Торейники. Тут очень много мышиных нор. Вот одна из них. Свежие совсем. Недавно совсем не явно пользовались. Даже такое впечатление, что я вижу следы лапок. Но, по-моему, все-таки я их не вижу. Так, я наверху. Вот дорога. Только она в другую сторону. Мискантус. Веероцветник, другое название. Ну, русское название. Мискантус, Мискантус. Здесь, может быть, Мискантус китайский. А может быть, Мискантус сахароцветный. Как их различать, я не знаю. Ольха. На дороге? Слушай, куда это все-таки ведет эта дорога? Мне так интересно. Что поверьте? Не успеем его? Я думаю, не успеем. У меня что-то не хочется его подводить. Он же может... Он может раньше? Он же может поехать быстро. А дорога серая, что-то белой лентой бьется. Красота. Сколько там у нас? Мы на одной из вершин полуострова Ломоносова. Сейчас вокруг обернусь, панораму покажу. Это Амурский залив. Сейчас смотрю на остров Рикарда. И пошли Желтухино, Циволька, Сибирьково-Антипенко, Мыс Брюса, Славянский залив. Вот тут оконечность полуострова Ломоносова. И это бухта Нарва, да? Бухта Нарва. Там какая-то басека внизу. Вот она большая бухта, очень закрытая, как я понимаю. Вот здесь вот совершенно небольшой перешей, очень маленький, между полуостровом Ломоносово и материком. А вот в той стороне вообще маханьки, как будто речушка течет, ручеек. Вон там дома. Мимо них мы ехали еще на машине. Так, это сейчас мы смотрим примерно на восток. Вот дорога. По ней сейчас пойдем навстречу машине. Сюда она вряд ли поедет. Там не очень хорошая дорога временами. Хотя вполне проезжаемая. В той стороне Владивосток, конечно, его не видно. Из-за полуострова Ломоносова. Здесь остров Русский. Остров Попов. Так, вот он был Русский. Вот сейчас прямо на Попов. Попов, Попов. И остров Рейники. Впереди него остров Козлова и два брата. Я их вижу, конечно, в камеру не видно. И опять Рикарда. Здесь открытая вода. Красота. Жарко даже. Если, конечно, ходить. А если стоять на месте, то можно и замерзнуть. Где-то там, в Китае, за сутками. Все-таки мы пошли в другую сторону. И дошли до самого конца полуострова Ломоносова. Вот это как бы ворота в бухту Нарва. Вот она, бухта Нарва. Позвонил вы мне? Это бухта Нарва. Вот там, мы так думаем, что это геологи, которые бурят. Здесь скважины. Видимо, готовятся к строительству. Бухта Нарва. И вот здесь выход из нее. Мы прямо сюда пришли. Вот буквально рукой тут подать. Там Славянка. Острова. 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 Риккардо. Рейники. Попов. Сейчас без двадцати шесть. Первый февраля, четырнадцатый год. Выехали из Владивостока мы в двенадцать. Итого прошло шесть часов. Тут меньше. Это фекалии зайца. Значит тут лисы, зайцы, мыши, которых мы видели. Птиц видели интересных. Такие крупные. Побольше голубя. Быстро-быстро летают. Такие мощные. С зеленым клювом. Кто такие, не знаю. Баклана видели. Одного берингийского. Около флоса у него жёсткое. О, белое пятно. Сейчас уже точно идем на встречу с водителем. Пытаемся ему дозвониться. Он не отвечает. Привезет он нам в спальник или нет. Вот в чем сейчас вопрос. Приедет он ли он вообще. Без второго спальника ночевать, конечно, не сможем. Разве что не спать и сидеть всю ночь у костра. Это там все полуостров Ломоносово. Там мы все шли пешком. Из древесной растительности на острове основном ольха. По-моему, я это уже говорил. Такое полное преобладание. А вот следы зайца. По дороге прямо скакал. Оттуда. Куда мы сейчас идем. Вот они у нас следы. Как-то очень быстро он скакал. Зайчик. Куда он дальше? Вот они пошли. Тут же и лиса. Ага, извиняюсь. Тут же и лиса бегала. Тут же и заяц. Но с другой стороны. Где заяц, там и лиса должна быть. А вот его следы. Туда-сюда что-то перескакал. Может, он заказ от нее удирал. Я думаю, что за тем холмом уже место, где мы спрятали наши рюкзаки. А вот перешейк хорошо виден, по которому мы сюда приехали. Да, это самый первый овраг, точно. Вот это, наверное, черные горы, которые так называемые. Это как раз где заповедник Кедровая Пать. Вот он здесь, в этих горах, в сопках. Там видно домики. Это поселок Приморский. Здесь что-то я не помню, как называется. Надо по карте посмотреть. Здесь кругом следы бурения. Проводились, видно, геологические работы. Для подготовки к строительству большому. Вдоль дороги, вот так, вдоль берега, вот такие столбики. Такие, похожие на него столбики стоят. И дырки. Здесь столбик прямо в дырку затолкали. А в других местах столбики стоят рядом с дырками. Со скважинами. Топогеодезический знак. На карте он обозначен, как высота 85 метров. О, скважина. Да? Скважина. Да. Вот еще одна. Тут они просто брусили и все. Может быть, совсем свежие эти все. Кстати, выглядит совсем недавно. Вот тут особенно, посмотри. Вот здесь насыпано. Вот еще столбик. В 2013 году, что-то мне не верится, что с 2013 года здесь... А, ну в декабре может быть. Недавно. Вон еще столбик, вон еще столбик. Слушай, здесь они капитальные. Смотри, столбик один на одну. Видимо, что-то серьезное намечается. А может быть, они тут бурили-бурили. Да и пришли к выводу, что грунт плохой. Вот он, сроснохвостник дельтовидный. Несколько штук растений, с десяток или с два даже. Здесь очень много следов зайцев. А вот мы увидели след вороны. Вот она. Идет, идет, радуется. Что-то интересное скажет. Вот одна или другая, или та же ворона. Урона. И прошла, прошла. Хвостом царапал. Где-где. А видно, она хвостом или чем-то царапает. Вот это вот, да? Ну да. И вот, ага. А тут ей, наверное, лень было ногу поднимать. И она когтями своими. Вот даже видно. Вот два, как когти. И вот они так же, раз и дальше. Неужели может сова так долго идти? Филин может вот так вот ходить? Не знал этого. Ворон видел неоднократно. Идет такая, переваливается. Я на песчаном как-то видел филина. Огромный-огромный. Бесшумно летал. Совершенно бесшумно. И низко. Ну вот мы пришли наконец к перешейку. Около часа где-то шли. Это с того конца мыса Ломоносова до этого. Около часа. Чуть поменьше. Ну сосюрея здесь сколько? Сплошные заросли. До полынь Гмелина. Сейчас гляну, ага. Владивосток в грязной, в грязной дымке. Песчаный, гора Столовая. А как этот залив называется? Бухта Перевозная. Бухта Перевозная с той стороны вот этого перешейка. Вот этот перешейка только единственная связь полуострова Ломоносова с большой землей. Вот он туда влево уходит. И там уже материк. Впрочем полуострова. Так, думаю, что видно плохо, но все-таки решил снять. И там мы в палатку залазим. Что значит? Сегодня ночь у нас будет зимняя палатки. Ночь с 1 на 2 февраля. А, подел, ты уже разделся что ли? Да, я все еще запаковываю. А сам он потухнет прекрасно. Вот здесь вот я буду спать. Вот он спальник. Наверное, вряд ли хорошо видно. Вот это мой коврик. Это моя нога. Это спальник. Это у нас тамбур. Это вот эта улица. Дуб просет прямо перед нами. Там Владивосток. Конечно, не видно. Не знаю, может, видно. Владивосток весь как на ладони. Начинает Гершельда. Полуостров Шкота на самом деле. Я думаю, аж до угольной туда видно его. Светится. Вон там костер. Не знаю, видно, что на этом нет. Время 11-й час. Рюкзачок. Кодичка. Это уже важно. Так. Как тут все положить хорошо. Кое-как я в этот спальник залез. Оделся весь. Он же не предназначен, чтобы человек залезал одет. Но я все равно одет. Боишься. Ага. Замерзнуть. Не молейся с желанием. Нужно темно нет. Сегодня утром было 15 градусов. Заходный. Привет. С полуострова. Ломоносово. Какая тут высота эта сопки? 85. Сопка 85 метров. Но мы правда чуть пониже. Хотя почти на высоте. Это не очень удачно, потому что тут ветер. Когда мы палатку ставили, ветра не было. Сейчас он начал подниматься. Но в принципе в палатке нам не страшно. Не такой он сильно. Вот так вот конечно. А ты раздеваться будешь? Конечно. Ты героический человек. У меня конечно много сомнений в этом поводе. А вот теперь уже утро. 2 февраля. Вот она наша палатка. Хорошо мы так поспали. Температура к утру была минус 8. Так что мы совсем не замерзли. И было нам хорошо. Смотри Жека, что я нашел. Что это? Шоколадка. Она вот здесь лежала. Представь. Шоколадку видно ночью. Ничего себе. Мы закинули как далеко ее от палатки. У меня... Я спал в открытом спальнике. Даже до конца не застегнулся. Это у меня... Ну правда я одет как капуста конечно. Спальник... Спальника показатель такие. Комфорт минус 19. Умылся снегом. И чувствую себя. И чувствую себя. И чувствую себя лучше. Так что всем тоже советую. У спальника комфорт минус 19. Как там называется? Очень хорошо. Минус 11. А экстрим минус 40. Ну коврики конечно у нас. Как положено. Вот они вот такие. Ну как обычный туристический коврик. Сегодня где-то в 3 часа отсюда мы уезжаем. Сейчас 11. Уже 11 что ли? Да. Начало 12-го пошло. Вон оно страфрейники. Два брата козлова. У самой нашей палатки растет дуб. Кстати вчера видел боярышник. Такой низкий с длинными иголками. Думаю. Боярышник перестонадрезанный. Хотя и не факт. Береза даурская. Ива. Отсюда видно пилоны моста на Русский остров. Вон там Владивосток. Ну наверно. Камеру вряд ли видно. Что? Я же не специалист великий. Что? Я говорю. Насколько я знаю. Ядовитых нет здесь. Вот эта састюрея. Которая тут изобилует. А она что? Она не ядовитая. Но это я говорю только потому что у меня нет данных о ее ядовитости. А может быть на самом деле с ней что-нибудь не так. Будет вкусный шашлычок. Возьми только с ним много. Догадайтесь что делает этот путешественник посреди полуострова Ломоносова с кружкой. Раз. Раз. Нет. Если видно что в кружке и видно что чайник то можно догадаться. Можно да. Так. Ну я тут наверное лишний пришел. Сейчас их затопчут или угодья. Конечно. Конечно угодья угодья. Я же чистый собираю. Чай же будет чистый. У нас же будет. Чай же будет чистый. Ну и то есть все учесть что в снеге нет никаких радиоактивных элементов. Может быть какие то есть. Везде. Все наше путешествие заканчивается. Уже четвертый час 2 февраля. Это бухта Перевозная. Это мы на перешейке. Вот Перевозная. А слева бухта Нарва. Но это начало этой бухты. Она там сама вот там туда туда туда. Это полуостров Ломоносова. А вот туда идет маленький перешейчик между полуостровом и материком. И туда бухта Нарва и там дальше она большая. А тут она маленькая. И думаю очень мелкая. Ну вот все. Через два с половиной часа будем во Владивостоке. Да. Поселок вот здесь называется Перевозная. Почему так называть? Наверное станция Перевозная. Ну все. Вот там. Продолжение следует. Продолжение следует...